Своим девизом по жизни он считает слова знаменитого полководца Александра Суворова. Тяжело в учении, легко в бою. В грибном клубе «Знамя» в третий раз прошла регата имени двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Сергеевича Тюкалова. В этом году к мероприятию начали готовиться за несколько месяцев до старта соревнований. Повод более чем солидный. Старейший грибной клуб России на Крестовском острове празднует юбилей 125 лет. На торжественную церемонию открытия приехали победители олимпийских игр и чемпионатов мира по биатлону, легкой атлетике, фигурному катанию Дмитрий Васильев, Татьяна Казанкина и Оксана Казакова. По словам самого Юрия Тюкалова, бывать в родном клубе, к тому же вне состязания, ему нравится всегда. Точно так же, как и вспоминать курьезы своего золотого соревновательного прошлого. Мэр Вейвот, австралиец, рисовался так, что это рыжеволосый из Мельбурна полицейский. Оказался интеллигентный в внешности брюнет. Вот мы сколько знали о противнике, который стоял рядом. Участники регаты Юрия Тюкалова своих соперников знают в лицо. Это особенно важно, когда стартуешь на спринтерской дистанции 350 метров. С соревнованием одиночек, двоек, четверок и восьмерок не помешал даже дождь. Мы же гребцы, мы в каждой погоде гребем. И шпринт это, конечно, всегда что-то особенное. И мне очень понравилось конка. Переехав два года назад в Петербург из Германии, Элизабет Людекинг занятие любимой гребли оставить не смогла. Теперь спортсменка чередует лекции в Европейском университете с тренировками в клубе «Знамя». Результат себя ждать не заставил. У девушки первое место в заезде среди одиночниц. Продолжение следует...